Всем привет! Ждём, пока к нам начнут присоединяться наши коллеги. Да, всем привет! Доброго дня! Доброго дня! Пишите, пожалуйста, как вы меня слышите, как вы меня видите. Отлично! Ну что, давайте тогда начнём. У нас сейчас с вами будет полчаса, поэтому постараемся использовать их по максимуму. Меня зовут Яна Шер. Я главный методист отдела премиум преподавателей в Skyeng. Также я коуч по подготовке к интервью. Мои ученики уже сумели получить работу в компаниях, таких как BCG, McKinsey, Google, Apple, Microsoft. И также я как методист помогаю нашим преподавателям премиум готовить учеников премиум к поступлению в иностранной и нашей компании на разные позиции. Да, спасибо большое, что пишите в чат. Отлично! Запись мы обязательно сохраним. Итак, сегодня мы с вами будем говорить про подготовку к job interview. И сначала может показаться, что тема не совсем актуальная, потому что зачем нужно интервью на английском, если сейчас ситуация такая, что, возможно, у учеников не будет возможности попасть в эти компании. Но тенденция, которую мы видим, говорит об обратном. Более 80% учеников премиум, которые приходят к нам сейчас, указывают в своих целях подготовку к интервью на работу и часто в очень короткие сроки. Если вы уже готовили своих учеников к интервью, поставьте, пожалуйста, плюсик. Будем знать, сколько нас здесь. Сегодня мы поговорим про то, как быстро, эффективно и коротко подготовить учеников к интервью. Представьте, что у вас действительно есть в наличии всего несколько уроков, чтобы добиться результата. Возможно, у вас такое уже было в жизни. И мы кратко пробежимся по нескольким основным пунктам, которые нужно как-то отложить себе в голове и не забыть пройтись по ним. Итак, я буду ссылаться не только на опыт преподавателей, которые готовят, но также на опыт HR-специалистов, например, Алены Владимирской, с которой Skyeng совместно делал вебинар про подготовку к интервью Headhunter и зарубежных специалистов. Итак, сегодня мы с вами разберём 10 коротких пунктов, озвучу некоторые из них, которые можно сегодня ждать. Мы поговорим про то, как делать summary, про то, как говорить про свой отрицательный опыт и рассказывать об этом. Про то, как рассказывать про кейсы и отвечать на вопросы для fit part. Упомянем скиллы, какие скиллы нужны, где взять этот список и что он себя представляет. My strengths and my weaknesses. Как говорить о том, что у тебя получается лучше всего и хуже всего. Как передать опыт CV в нескольких предложениях. Ну и, наконец, про прогон интервью. Вижу, что Иван пишет, что студент недавно прошёл интервью не на китайском. Да, действительно, так и есть. У нас много проходит сейчас в разные компании Азии учеников. Да, оно и есть. Ну что, давайте пройдёмся тогда через... по всем нашим пунктам. Самое первое — это summary или краткая презентация. Когда к вам приходит ученик, первое, что вы можете его спросить, то же самое, что, собственно говоря, спрашивают рекрутеры, это tell me about yourself or tell me something about yourself. И вот здесь вот сложный момент. Как рассказать о себе и о том, кем ты являешься, применимо к той позиции, куда так. Коллеги, напишите, пожалуйста, в чате, слышно ли меня, видно. На секунду прервалась трансляция. Да, и буду пока тогда продолжать. Так вот, откуда взять информацию про краткое содержание, про такой вот summary? У многих учеников оно уже есть готовое, потому что они составляют свои CV. И в CV уже есть такой маленький комментарий по тому, кто они, чем занимаются. Допустим, I am a detailed-oriented responsible and committed engineer. Что-то такое может быть. Часто такие комментарии можно увидеть на странице в LinkedIn, если ваши ученики, практически 98%, если ваш ученик хочет попасть в международную компанию, ему нужно будет иметь CV в LinkedIn. Что важно здесь делать? Нужно обязательно сделать вариации предложений с теми же самыми идеями, но они не должны звучать так же, как это было в CV. Например, вы прописываете в резюме с учеником, что он detailed-oriented. Но когда вы готовите summary, важно показать, что за детали, на что конкретно он обращает внимание. Например, I always analyze data to check for errors and inaccuracies. Вот это detailed-oriented. Если мы говорим, что это responsible engineer, как я упомянула выше, то можно сказать, допустим, to help my clients get the best results. Здесь ещё и result-oriented, и client-oriented. В общем, мы сумели показать скиллы ученика с помощью такого маленького короткого предложения о том, кем ты являешься. Сюда можно упомянуть экзамены, квалификации, опыт работы. Допустим, больше 10 plus years of experience in something and something. Вы можете с учеником сделать такой краткий пробег. Каждый раз, когда вы ходите на урок, вы можете вначале задавать ему один и тот же вопрос. Tell me something about yourself. И в этот момент ученику нужно будет рассказать о себе заново, как будто бы это происходит перед рекрутером. И очень интересно ещё записывать эти summary, чтобы сравнить, что в какой-то момент было более удачно, в какой-то момент получилось рассказать меньше о себе. А вот здесь он замечательно себя открыл. Следующий пункт — это negatives into positives. Как говорить об отрицательном опыте или опыте, которого не было. Например, почему у вас был перерыв в работе 3 года? У меня не получалось найти работу. У меня не выходило. То есть всё, что отрицательное, слушается, конечно, не очень. Поэтому максимально стараемся изменить описание нашего опыта и рассказать про что-то положительное. Пример. Вот здесь вот сразу в этом предложении уже критика ещё и босса, который был на предыдущей позиции. То есть то, что вообще нельзя делать. Но что делать, если вопрос был задан так, что нужно рассказать про это? Допустим, tell about an experience of a negative communication with your superior. Или там рассказать о случае, когда у вас возникли какие-то проблемы с вашим боссом. Вроде вопрос на fit words стоит достаточно однозначный. Расскажите про вот эту проблему. Мы должны это переформулировать и перефразировать. Пример. Мы стараемся здесь использовать больше intensifiers и hedging. В общем, постараться как можно больше сгладить или сделать акцент на другом. Пример. Unfortunately, we haven't fully reached an agreement with my boss on this matter. То есть мы haven't fully reached, мы не совсем. И вот здесь можно рассказать позицию босса, вашу позицию, почему вам казалось это более важно. Рассказать о том, что вы заботитесь о компании в целом. И вот именно так это происходило. Хорошо. Давайте перейдём к третьему пункту. Третий пункт я бы обозначила так. Перед тем, как мы перейдём к кейсам, пункт, который будет own your narrative. У каждого из нас есть такой нарратив. Немного включаем storytelling. Это рассказ о себе. И именно от нас, когда мы выходим на job interview и от ваших учеников, зависит, как они себя представят. Поэтому нужно понимать, что весь опыт работы представляет собой историю. И эта история должна быть интересна для HR-специалиста в той компании, куда он идёт. И главное, она должна быть логична, продуманна или, как мы говорим, coherent and cohesive. И здесь можно попробовать сделать план рассказа о себе, о жизни рабочей своей в целом. И сделать это с учеником. Можете показать на себе и потом перейти к ученику. Упомянуть про удачные, неудачные кейсы в карьере. Составить такой список перед тем, как идти. На многих сайтах, например, на glassdoor.com, можно найти по компании такую вкладку, которая называется interview. На этих вкладке interview участники делятся тем, какие вопросы им были заданы и что они сумели или не сумели ответить. Очень важно, когда вы будете готовиться с учеником, не прописывать кейсы полностью. Даже если у ученика уровень не сильно высокий, не прописывайте за слово в слово. В чём будет проблема? Ну, это как на экзаменах, how else it's awful, это будет звучать memorize, то есть прямо Это всё звучит заучено, нету никакого рассказа, нет живой истории и, конечно, это будет проблема и сразу галочка для ещё раз специалиста. Теперь поговорим про подходы для кейсов. Итак, что такое кейсы? Это ситуации, про которые нужно рассказать. Я уже проявила ситуацию выше. Расскажите о ситуации, когда у вас были разногласия с вашим боссом. Какие ещё ситуации могут быть? Поделитесь случаем, когда вы сделали ошибку. Расскажите о том, как вы преодолели какую-то сложную проблему. Расскажите о том, как вы делали проект и зафейлили его, то есть как всё провалилось. Есть ли позитивные кейсы? Например, расскажите о самом большом достижении на вашем последнем месте работы. И везде есть один вопрос, а как об этом рассказывать? И что с этим можно будет делать? Для кейсов, то есть ответов на вопросы такого типа, существует несколько подходов. Мы сегодня поговорим только про два из них. Первый подход – это STAR. Это самый такой нейтральный, самый простой, но он позволяет создать вам такую хорошую сетку, скелет, по которому можно работать с учеником. Как он выглядит? Итак, первое у нас S – Situation. What was the situation you or your company faced? Про что мы говорим – это ответ на вопросы. Где, когда, кто, что делает и как это происходит. Следующее – это TASK. TASK – это конкретная задача. What tasks were involved in this situation? А что нужно было сделать в итоге? Ну вот была ситуация. У вас были разногласия с вашим боссом по поводу, не знаю, ведения проекта. Что нужно было сделать? Разрешить ситуацию. Сделать какое-то… Какое действие нужно было провести? Следующее – STA – Action. What was your action plan? А что вы выстроили в план? То есть как вы решали эту проблему? Как вы это запланировали? И в конце – Result. What were the results of your action plan? Итак, в третьем пункте мы сказали, что был построен такой action plan. И теперь мы говорим про результат. А что, собственно говоря, мы с этим будем делать и как мы это применили? Здесь очень классно использовать модели Past, Present, Future – это PPF Strategy, чтобы показать долговременность решения. То есть в прошлом. Я принял такое решение, и это очень помогло нам решить ту ситуацию. Present. И сейчас до сих пор мы пожинаем плоды этого решения, мы сотрудничаем с этой компанией Future, и в будущем мы планируем перезаключить контракт. То есть вот этот Result, PPF Strategy, из трех времен помогает показать, кто вы и чем являетесь, насколько вы классный специалист и можете оценить и авторизировать свой результат. Вижу вопрос по поводу того, преподаю ли я лично. Да, да. У меня есть свои ученики, с которыми я занимаюсь, которых я тоже готовлю в международной компании. Следующий подход. Это мы разобрались со STAR. То есть Situation, Task, Action and Plan. Это такой вот средний уровень подготовки. А есть подход, который выглядит очень классно, но он гораздо более сложный. Называется он Parade. Это продвинутый уровень подготовки. Я бы оставляла его, и я советую ученикам это оставлять только для самых главных кейсов, чтобы показать, допустим, the main achievement, или рассказать про какой-то кейс, когда, ну, просто судьбоносное решение было принято. Из чего состоит Parade? P. Problem. На какие вопросы мы тут отвечаем. What is the problem you or your company faced? Вроде, ну, ничем и не отличается, но здесь, если мы вернемся к Star Approach, там S, Situation. А здесь мы говорим не про ситуацию, мы говорим про конкретную проблему, которую компания должна была решить. Проблема в том, что, допустим, не хватало лидов на компанию в маркетинге. Или, возможно, проблема в том, что невозможно было найти поставщиков. Или, в общем, еще какая-то реальная ситуация. A is Parade. Anticipated consequences. Вопросы, которые здесь можно задать. What consequences did you or your company face if the problem continued without resolution? То есть, а что бы произошло, если, в общем, это сплошное condition number three в идеале должен быть у нас? А что произошло бы, если бы вы не решили эту проблему? Такое нереальное будущее. Или negative consequences, как это называется в бизнесе, или risk management. Что произошло бы, если бы вы это не сделали? Если бы мы не нашли поставщика до, там, такого-то числа этого месяца, то компания стала бы банкротом. В общем, показать серьезную ситуацию и насколько это все важно. Следующее. Our role. У нас до этого было task, star approach, то есть, какая задача была, и action, action plan. Это план действий. Здесь у нас problem anticipated consequences. Это role, ваша роль, или роль имеется в виду вашего ученика, в том, как разрешилась проблема. Здесь можно сказать, что роль была нерешающая, то есть, ваш ученик мог не быть стейкходером, не овнером этого решения, но при этом он помогал, пособствовал работе в команде. Про это тоже можно упомянуть. Следующее. Это D. Decision making rationale. Это почему же было принято именно такое решение для того, чтобы разобраться с этой проблемой. Explain why you decided to take an action that you did. Вот если в star approach, на такой вот простой уровень, мы говорим, что вот будет какой-то action plan, мы решили сделать вот это, вот это, и после этого вот это. То в parade мы рассказываем почему. Было принято решение срочно обратиться к поставщикам, с которыми мы работали два года назад, потому что контакты уже были налажены, и у нас был человек, который мог бы связаться и так далее. В общем, идёт объяснение, как же именно человек сумел сделать этот decision, потому что это ещё показывает skill decision making. И последнее. Возвращаемся, это, конечно, E, это end result. What was the result? Вопрос вот здесь тот же самый. Используем те, ту же самую стратегию, что для star. PPF. Past, present and future. Как решение этой проблемы помогло нам в прошлом? Что происходит сейчас, если мы можем упомянуть, и какие планы на будущее, благодаря тому, что вы успешно разрешили этот кейс. Итак, что мы с вами уже сейчас успели разобрать? Мы поговорили про summary, про то, как делать summary из CV и LinkedIn и презентовать это на job interview. Мы поговорили про правила negatives into positives, то есть как говорить о негативном опыте и превращать его в позитивный. Мы поговорили про storytelling и про то, что нужно подготовить кейсы из своей жизни и прописать прямо план рассказа, только план, не полностью кейсы, а о том, какой вы или ваш ученик-работник. Далее мы поговорили про два подхода для кейсов. Первый – это star – средний уровень situation, task, action and result. И parade – более продвинутый. Это problem, anticipated consequences, role, action and decision-making, rationale and end result. Основная разница между ними – то, что parade более длинный, требует больше подготовки. И лучше использовать это для главных кейсов, которые показывают все ваши скиллы как специалистам. То, что вы можете передать своим ученикам. Следующий пункт – это список скиллов. Наверняка вы все сталкивались и видели эти бесконечные листы hard skills and soft skills. Если вы готовили учеников к job interview, то тоже видели, кого они ищут. Есть хардовые скиллы, то есть то, что касается непосредственно вакансии. Например, three years of experience, knowledge of Java, C sharp, C++ и так далее. Это харды. А есть еще софты. Например, decision-making, communication skills, risk management. И про то, что вам, конечно же, нужно составить список этих скиллов вместе с учеником. Откуда их взять? Их можно вычитать явно или между срок в самом описании вакансии. Обычно это прописано. Софт-скиллами немного сложнее. Они не будут перечислять подробно, но можно вычитать между срок и выявить, а что же, собственно говоря, хочется увидеть. Зачем нужны hard and soft skills? Потому что все кейсы, которые вы будете готовить с учеником, будут направлены именно на подтверждение, что посмотрите, у меня этот кейс действительно есть, у меня есть этот скилл. Я говорил про decision-making скилл. И вот он. Посмотрите, как я решаю эту проблему. Я предвидела, что она будет, и я сумела ее разрешить. Можно попробовать предложить ученику оценить себя по этим скиллам. Составить hard and soft skills list на позицию. Ну, например, Java Engineer. Или, например, Technical Lead. И собрать из разных вакансий компании, которым интересно попасть, максимальный список хардов и софтов. И попросить себя оценить от одного до десяти. После этого выбрать три топовых скилла, hard skills и three soft skills, которые получат большинство баллов, и упомянуть их для того, чтобы сделать summary более удачно и подготовиться к кейсам. Если ученику сложно оценить себя самого, это тоже бывает, то можно попросить сделать оценку, можно отдать эту оценку коллегам. Например, дать список и попросить коллегам, или подчиненных, или своего предыдущего босса, если хорошее отношение, оценить, а какие скиллы были развиты больше всего. И теперь от скиллов мы логично подходим к my strength. Как себя похвалить? Многие считают, что weaknesses — это самая такая сложная тема, потому что говорить о том, что ты не умеешь, сложно. Но попробуйте себя похвалить. Сами как преподаватели вы увидите, что это сделать ещё сложнее. Основное правило, что кейсы должны быть завязаны на ключевые навыки, которые вы упомянули до этого, и ключевые навыки, которые есть в вакансии. Если они хотят, чтобы тут был decision-making experience specialist, то вы именно на это будете делать упор с вашим учеником. Вы подчёркиваете постоянно опыт работы, что многократно эта проблема решалась, и в разных компаниях был показан этот опыт. Если есть decision-making, то все кейсы, которые вы будете с учеником готовить, должны касаться прямо или косвенного этого скилла, то есть навыка. Здесь важно использовать rephrasing, то есть перефразировать, и чем больше, тем лучше, потому что есть шанс, если упомянули про это в summary до этого, если идут несколько fit questions, то есть вопросов из fit part, за раз софтовых вопросов, то, конечно, есть шанс, что ученик начнёт повторяться, даже ученик самого высокого уровня, поэтому требуется поработать над тем, как перефразировать. Следующий вопрос my weaknesses. А как выйти сухим из воды? Как вообще рассказать о своих слабостях и проблемах? Важно понять, что my weaknesses — это не вопрос про то, в чём вы слабый сотрудник, а это вопрос на самом деле про зону роста. Осознаёте вы эту зону роста вместе с учеником или нет? Запоминаем, что у нас есть правило negatives into positives, и как обычно говорить, это можно тоже превратить в кейс. Например, когда я начал работать на своей второй работе, у меня возникла такая тяжёлая ситуация, описать ситуацию, и я понял, что у меня недостаточно развит навык, например, people management. И поэтому я попросила, там я начал заниматься с ментором, я взял группу, я начал какой-нибудь volunteering experience, где у меня была возможность поработать, и в результате, конечно, всё не идеально, но я продолжаю это править. То есть my weaknesses — это вопрос про зону роста и про то, как с этим работать. Проговорите с учеником это несколько раз, потому что очень опасно здесь упасть в такое вот самоуничижение, такое self-denial, ну и вопросы, в смысле ответы в стиле my main weakness is that I'm a perfectionist и всё прочее, а это не работает. И более того, HR очень сильно устали от таких ответов. Поэтому подготовьте такие вот зоны роста. Может быть, у вас сейчас уже есть в голове какие-то зоны роста, которые вы сами знаете у своих учеников, можете написать в чат. Что обычно здесь упоминают? Упоминают time management, work-life balance, то, что да, иногда work-life balance страдает, поэтому сейчас очень чётко сейчас разбирается план работы и отдыха и time management сейчас на продвинутом уровне. В общем, это такое вот типичное. И может быть, у вас есть что-то, что можно добавить в зоны роста ваших учеников. После того, как вы проработали все эти моменты, остаётся вопрос, а что дальше? А дальше можно подготовиться к одному из таких самых тяжёлых, из самых страшных вопросов, который вызывает ступор на job interview. Называется он мне walk me through your CV. Ну, то есть как это? То есть расскажите мне о вашем CV, и у нас же только что было summary tell us about yourself. А теперь есть ещё такой вопрос. Он каверзный, потому что здесь интервьюер проверяет, можете ли вы расставить приоритеты. Есть у вашего ученика такое прекрасное, красивое, длинное CV. А получится ли выделить основные моменты, которые связаны именно с этой вакансией, которая уйдёт? Summary – это рассказ о специалисте, которым он является сейчас. Но вопрос walk me through your CV – это как speed dating для HR. Это описание профессиональной жизни вашего ученика от начала до конца и выделив самые основные моменты. Например, если он учился в каком-нибудь вузе, сама программа которого будет достаточно презентабельной и известной, то можно это упомянуть. Может быть, были какие-то гранты ещё в университетское время, которые тоже повлияли на путь вашего ученика как специалиста. Вот здесь это можно упомянуть. Как работать? Нужно будет чётко проработать CV ученика, выделить 3-4 основных места работы. Желательно лучше 3, конечно, чем 4. Или же, если ваш ученик имеет больше проектного поля деятельности, то выделить 3-4 проекта, которые максимально покажут рост вашего ученика и то, каким специалистом он является. Можно упоминать волонтёрский опыт. Это всегда очень хорошо заходит, помощь другим. Проекты, где можно было применить сильные стороны нестандартно. Например, мой ученик, который является продакт-менеджером в одном из крупнейших IT-проектов, на своём интервью рассказывал, как он участвовал в волонтёрской активности от университета и как он организовывал, помогал в организации фестиваля своему преподавателю по танцам. То есть как он проявил, как он оценил и сумел это всё показать. И, наконец, заключительное. Вы проработали, посмотрели всё, что только можно с вашим учеником. Куда идти дальше? А дальше вы тренируетесь, вы начинаете dry run, то есть прогоны интервью. У вас к этому времени уже должен быть готов список типичных вопросов по позиции. Вы помните про вопрос tell us about yourself, walk me through your CV, который можно тренировать каждый раз, вы получите разные результаты. Есть какие-то специфические вопросы. Например, у продуктов бывают очень творческие вопросы. Вы узнали, что на следующей неделе вы станете императором Марса. Какие три первые вещи вы сделаете, какие три последние перед тем, как начать царствовать? Вопрос кажется странным, но на самом деле он проявляет креативное мышление. Насколько человек может, во-первых, проявить его, во-вторых, насколько он может приоритизировать. Может ли он, сказать, увидеть всю целую картину и рассказать, окей, я буду, значит, императором Марса, мне нужно узнать, а кто был предыдущим императором, узнать, что пошло не так, запросить у населения, были ли они довольны императором или нет, какая обстановка в стране. То есть, если продукт отвечает на вопросы таким образом, то это прям большой плюс для HR или для продукта, который его проверяет. Чем больше ваш ученик тренируется перефразировать, тем более качественно пройдет в конечном итоге интервью, потому что часто у интервью есть несколько раундов, и иногда HR присутствуют на всех из них, а это значит, что они могут уже слышать вашу историю, может быть, они уже знают историю, которую вы рассказывали, и тогда вопрос о том, как это правильно подать для того, чтобы было интересно. Снова возвращаемся к идее. Own your narrative, a storytelling is a must. Ну и главное, здесь поможет вывести ученика из зоны комфорта, и, возможно, вы станете именно тем самым ментором ученика, который подготовит его не только на английском job interview, но и поможет расширить кругозор и рассказать о каких-то интересных моментах. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, напишите сейчас в чат, я буду готова еще буквально минутку-две ответить. Может быть, у вас есть кейс про подготовку к работе, который вы хотели поделиться. В отделе премиум мы регулярно проводим встречи, вот как раз на прошлой неделе у нас была встреча про подготовку к job interview с нюансами и комментариями про то, как лучше готовить. Мы разбирали реальные кейсы учеников премиум и рассматривали, как же сделать подготовку максимально эффективной для того, чтобы преподаватели были в курсе. Может быть, у вас тоже есть такой опыт. Итак, сегодня мы с вами разобрали про то, как экспресс быстро подготовить к интервью на работу на английском языке. И здесь, в принципе, не важно, будет ли это англоязычная компания, зарубежная или же русская, где тоже требуется интервью на английском. Мы упомянули несколько пунктов. Это summary, краткое содержание, правила negatives into positives, правила, то, что нужно готовить историю, кейсы про свой опыт. Разобрали два подхода для кейсов, это star и berate. Подготовили список скиллов и рассказали, где его искать. Hard and soft skills. Сказали, что сложно говорить как про my strengths, так и про my weaknesses. И напоминаю, что my weaknesses – это зона роста. Поговорили про каверзный вопрос walk me through your CV, что отвечать и как правильно это делать. И, наконец, dry run – это прогон интервью, который можно будет сделать с вашим учеником и даже нужно. Спасибо большое. Была очень рада видеть вас. И привет всем, кто смотрит это в записи. Хороших вам уроков и успешных кейсов подготовки. Пока-пока.